Чтобы обеспечить комфортный отдых гостей, на дежурство вышли специалисты всех городских служб. Транспортники, коммунальщики, полицейские. На помощь пришли волонтеры. Их работу координирует специальный штаб, в составе которого в том числе представители мэрии и власти края. Курорты работают. Я вижу, что они держат руку на пульсе. Работают, моментально устраняют замечания, которые получают в первую очередь от гостей курорты. Сотрудники городского штаба мониторят и социальные сети. Любое недовольство, выраженное гостем, сигнал к действию. Проверяют соблюдение правил торговли, условия хранения продуктов питания, срок их годности. Следят за тем, чтобы не было необоснованного завышения цен. Одной из основных задач стало перераспределение транспортных потоков. Количество автобусов увеличили, организовали специальные маршруты между курортами. Для горожан и туристов, пребывающих на личном транспорте, обустроили 5000 парковочных мест. Правда, в первые дни Нового года в направлении Красной Поляны ежедневно направлялось в три раза больше автомобилей. Так что избежать затора все-таки не удалось. Что касается загрузки отелей, то она все эти дни была практически стопроцентной. И в ближайшую неделю, после новогодних каникул, спад ожидается незначительный. Мы констатируем стабильную обстановку, хорошее настроение у наших гостей. На горе, наверху снег есть, катаются на лыжах, на сноубордах. Большая программа развлекательная в этом году и концерты каждый день проходят. В этом году впервые было решено внедрить единый скипас на горнолыжных курортах, а их количество увеличилось до четырех. За время новогодних каникул и в период до Старого Нового года, как ожидается, в Красной Поляне побывают около 400 тысяч гостей. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.